Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем новый влог. Влог будет опять про ремонт. На этот раз у нас с вами зал, или как модно называть, гостиная. Итак, поехали! В общем-то что? В общем-то мы очень спонтанно собрались, поехали, купили линолеум и его положили. Вчера благополучно. Было очень тяжело. У нас очень тяжелые диваны. Мы их освобождали, вытаскивали запчасти из этого дивана, перетаскивали игрушки, телевизоры. Тут пока игрушек тьма, ну потому что все в процессе. Комоды все вносили в детскую, а вот с диванами, конечно, был полный треш, но мы это сделали. Ура, ура, ура! Вот такая у него расцветочка, вот такой он классненький. Лежит, лежит ровненько, лежит идеально ровно. Сейчас расскажу все нюансы, с которыми столкнулись и очень тщательно подходила к выбору линолеума, к способу его укладки. Мы делали все сами, поэтому вот так. Это очень классно, на самом деле, камера вам его не передает. Он такой, знаете, и не рыжий, и не холодный, и не белый. Он такой вот даже с розовинкой немножко, что ли. Сейчас попробую передать цвет. Вот так, вот так. Ладно, балкон тут, естественно, освещение. Вот так он передает его правильно. Очень много посмотрела отзыв, много почитала. У нас же полы ДВП, по-моему, крашеные. Я, на самом деле, хорошо, что попала на ролик одного мужчины, который говорил, что клеить линолеум крашеным доскам, ДВП и так далее, к чему-то крашеному нельзя. Я прям собиралась, на самом деле, клеить. Лава богу, что этого делать не стала. Еще до этого почитала про разные марки, про линолеум разной толщины отзывы. И многие девушки писали, особенно когда клали светлый линолеум, что потом проступают кое-где пятна. Как раз, наверное, не просто неправильно его клали. Скорее всего, это был клей. Скорее всего, на покрашенные какие-то полы. Поэтому, да, я все это поняла. И мы купили двусторонний скотч. Посмотрела тоже много видео обучающих на тканевой основе. На самом деле, он тоже не пригодился. Мы начали с ним делать, и он только мешал. Сейчас объясню, почему. У нас комната 3х6, 18 квадратов. Мы взяли с запасом. Все покажу потом, чтобы в комнаты заходило. То есть под Ксюшин ковер, чтобы в темную, чтобы порогов не было. И состыковать с порогом в коридоре. Сейчас расскажу про линолеум, потом все покажу. Стелить было очень тяжело, потому что мы взяли линолеум 3,5х6. Раскатывали по стене, подтаскивали. Он жутко тяжелый, потому что я взяла линолеум таркет, линолеум толстый. Линолеум толстый, 3,5 мм. На вспененной основе. Они есть на войлоке. Вот так покажу ровный срез. Не хочет его камера показать. А есть на вспененной основе. В общем, вот такой толстенький. У нас на вспененной. Расцветку тоже светлую не стала брать. Почему? Во-первых, достаточно мне уже светлых помещений. Зал это зона комфорта, зона отдыха. Мы там все тусуемся прежде всего. И мне хочется его сделать максимально уютным. Поэтому пал выбор на вот такой вот именно цвет. Это во-первых. Во-вторых, все-таки, хоть мы и не клеили, но под линолеумом крашеное ДВП. И мало ли что, на этом цвете не будет видно никаких проступов. Да, мне кажется, с такой толщиной вообще не будет. Обязательно рассматривала толстый. Здесь 31 класс износа стойкости. Мы возили по нему дивана. Никаких вмятин нет. Я была очень приятно удивлена. И нам 3,5 на 6 метров обошелся он в 11 чем-то тысяч. Была скидка. Мы нашли дешевый магазин в Леруа Мерлен. Такой линолеум почти в два раза дороже. У них два в полтора точно. Вот. Так, что еще хотела сказать? Да, он комфортный. Он такой, он не блестючий. У него есть рельефность. Она действительно есть. Он классный. Очень понравился. Вообще супер. Разровняли, подрезали. И пока лежит где-то через неделю, ну не раньше, чем через 5 дней точно, будем уже плинтуса предпоевать. Купили еще обои. Планируем поклеить стены. Так, по линолеуму что хотела еще сказать? В общем, смотрела толстый. Смотрела класс износа стойкости. Не обязательно мне нужно было таркет. Но получилось так, что это был таркет. В общем, все отлично. Я говорю, мы возили тяжеленные по нему диваны. И ничего не вмятин, не порвался ничего. Еще почему толстый, чтобы он лег без вот этих всяких выравниваний, разравниваний. Ему не надо такому отлеживаться. Линолеум с такими характеристиками, ему не надо отлеживаться. Но мы все равно пока плинтуса прибивать не будем. В любом случае еще сейчас клеить обои. Поэтому мы с этим делом не торопимся. Пусть лежит, если где-то вдруг что-то, мы все можем подправить. Так выглядят обои. Такая вот расцветочка. Ну что, мы поклеили обои. Ура, ура! Более-менее, кстати, правильно передается цвет. Они в рулоне вообще, я вам показывала, светлые, да? А на стене они темнее. То есть вообще другие. Подносили рулон к стене, и они вообще другие. У нас пока кругом вакханалия. Мы разбираемся. Мы вчера в темпе вальса все обклеивали. Вот здесь и потолок тоже, и стену тоже обклеили. Все очень красиво, здорово. Не обращайте внимания, у нас сейчас стирка большая будет. Все убираемся, все вычищаем. Углы мне нравятся, хорошо получились. Мы не профессионалы. Мы знаете, как девчонки клеили? В нахлыст. Я уже потом посмотрела, как надо было правильно делать стыки. Ну и так нормально. Вот он стык. Его не особенно видно. Местами кое-где видно, да. Местами кое-где видно, но я буду подклеивать. Подклеивать сейчас силы восстановлю и буду подклеивать, где нужно еще. А так вот, под потолочек все красивенько, свеженько, чистенько. Мне очень нравится, как сочетается с дверьми. Прям вообще эти переводной тестовой гамме. И мебель, вот это наша старая венга, тоже смотрится на этом фоне красиво. Заказала на Вайлдберрис 4 чехла на этот диван. Буду выбирать, какой цвет больше подойдет, потому что пишут, что не совпадает с картинкой у продавца. В отзывах посмотрела, но там тоже непонятно. У всех камеры разные на телефоне, да. Он теперь бежевый ни к чему, поэтому я заказала 4 чехла. Не нравится. Ксюша нравится. Мне не нравится, он не подходит. Если вот этот диван подходит, мы заменили на нем плед. Слава богу, пледов запас огромный. И вот этот темный цвет, он теперь больше подходит под наш интерьер. Вот. Теперь вот так вот вид в коридор такой красивый. Вот тут все красиво, здорово. Мне нравится этот оттенок. Он вообще в рулоне был такой бежевый, с легким оттенком. Я хотела цвет талп в розовый. Получился талп в сиреневый оттенок. Что такое цвет талп? Талп это когда серый цвет миксуется с другими оттенками. С розовым, с красным, с сиреневым. В данном случае с сиреневым. В общем, красиво. Мне нравится. Что нам осталось? На вакханарию не обращайте внимания, мы в процессе. Осталось. Линолеум как лежал с ним за несколько дней, ничего не случилось. Он нигде не вздулся. Он лежит отлично. Поэтому сейчас Женька поехал за порогом. Вот тут нужен широкий порог. Мы будем обрезать линолеум и делать плентуса. Плентуса, кстати, они тоже под цвет дверей идеально подходят. Нога Ксюшкина в кадре вообще великолепна. Они практически одинаковые. Такого же цвета, как двери. Очень здорово. Я сначала на темные смотрела. Хорошо, что темные не взяла. Вот. Так что вот. Тут тоже у нас ваканали. Линолеум заходит в комнаты. Здесь он у нас заходит как раз под ковер. Все отлично. Хотя мы тоже там, возможно, потом положим. У нас остался размер линолеума, который туда можно положить. Но, кстати, в ванну можно положить. Много осталось в детскую. Он тоже заходит под Ксюшкин ковер. Тут порогов не будет. Все отлично. Мы специально брали, поэтому с запасом. Вот такая красота. Осталось обрезать линолеум и плентуса. В принципе, все нормально. Потом кое-где, вот видите, вот там косячок есть. Я это все подклею. Сейчас, если честно, мне уже неохота. Вот так устали, так замудохлись. Мы за два дня поклеили все обои. Мы просто уже измучились. В общем-то, вот там чуть-чуть клей остался. Я все потом подклею и сделаю красивенько. А в целом, в целом вот так. Когда выбирали обои, в этом же магазине увидела смеситель. Сказала прям хочу-хочу. Потому что он классный. Смотрите. Как угодно. Как душе угодно. Просто. Я сразу решила, что хочу-хочу. Вот такой вот он прикольненький. У меня теперь человеческий. Классный. Очень нравится такой матовый, черненький. У меня теперь человеческий напор воды. До этого он был просто катастрофический. Аж сбивало с ног. Теперь он нормальный. Вот такой вот тут интересный открывашечка. Вот так оно сделано. У меня теперь нормальный напор воды, который с ног не сбивает. И когда можешь посуду, не плещется, вообще не заливает собой половину кухни. Я этому так рада. Муж такой сначала. Ой, смотри. У них там расширитель какой-то специальный. Стоял напор воды. И у нас теперь будет маленький. Говорю, господи, слава богу. Слава богу, он маленький. Стекло, кстати, пока не установили. Потому что, когда начали его устанавливать, в первую дырку сверлить, сломалась дрель. Сейчас муж уже купил новую, поехал. Будем устанавливать. В этом влоге, скорее всего, я вам его уже покажу установленное. Вот. Так что вот такой у меня теперь прикольный смеситель. Чему я несказанно рада. Очень удобный. Можно регулировать под детей. Как бы, да, ручки помыть не достает. Я прям счастлива. Красота. Ну что, мы закончили. Плинтуса готовы. Красота, в общем, вот такая. И там тоже плинтус приделали. Они прям под цвет дверей. Цвет дверей. У них такой оттеночек, тоже типа ясень, что ли. Вот. Так что они практически прям одинаковые, здорово получилось. Здорово. Мне очень нравится. Хорошо, что у меня было в наличии темный, который я сначала собиралась брать. Установили стекло. Купили новую дрель, установили стекло. Вот так оно выглядит. Сейчас подальше отойду. Вот. Вот таким вот образом. То есть, я покупала в размер плиты. Оно по ширине 50 и по высоте 60. И мне нужен был нахлёст. Вот как раз таки на стык между панелями. Да, он под стеклом теперь. От духовки ничего уже не отойдет. Оно плотно прижато. В общем-то, здорово и смотрится нормально. Тысяча рублей на зон, по-моему, я брала. Тысяча тридцать семь, что-то вот так вот в районе этого. Все отлично. Все замечательно. Мне нравится. Стекло ничем не портит вид. И теперь панели уже не будут деформироваться. Здорово. Ну, на этом влог буду заканчивать. Мы все такие уставшие. Все такие никакие. Что-то будет новенькое. Обязательно буду показывать. Еще коридоры же. Еще вот эти вот дверцы. Сегодня, кстати, ребята должны приехать замерять. Все буду вам показывать, рассказывать, держать в курсе. Всех люблю. Всех пока-пока. Продолжение следует...